Что это? Последствия кризиса? В Татарстане растет количество квартирных краж. В частности, в Набережных Челнах за этот год было совершено 18 подобных преступлений. Из них 7 остаются до сих пор нераскрытыми. Жертвами преступников ежемесячно становится десятки человек. Как не потерять свое кровно нажитое имущество и уберечь жилище от посягательств воров? Варианты в следующем сюжете. Примите сработку 4201. В среднем за сутки на путь дежурной части полиции поступает около 40 подобных сообщений. И во всех случаях на место совершения преступления оперативно выдвигается наряд вне ведомственной охраны. Как правило, у полицейских на дорогу уходят не более пяти минут. В большинстве таких случаев преступника застигают на месте преступления, либо задерживают его по горячим следам. После задержания подозреваемый доставляется в отдел полиции, где будет устанавливаться его причастность к преступлению. В основном способы совершения краж, как правило, одни и те же. Более 90% преступников берут то, что плохо лежит или выглядит легко доступным. В зоне особого риска квартиры на первых этажах, без решеток на окнах или с ненадежной входной дверью. Кроме того, полиция советует устанавливать сразу несколько замков, и тогда срабатывает принцип комплексной защиты. Кнопка тревожной сигнализации. Основная масса сработок дают именно они, то есть вызова. Это административная практика. В среднем, опять же, исходя из этого, у нас сутки где-то в районе 25-30 административно задержанных наш батальон делает. Впереди лето, а значит у челницев скоро начнется сезон отпусков, пикников и поездок на дачу. Многие надолго поселяются на своих садовых участках. Все больше отпускников выбираются на отдых за границу. Со слов полицейских наступает сезон увеличения квартирных краж. Телеболкон, телеподборник еще работает, легко не вычисляет, проверяет почтовые ящики. То есть, если имеется корреспондент, там давно не забирает. Смотрит за светом, квартир горит, не горит, наблюдает там несколько дней. Воры в большинстве своем ранее судимые местные жители, но бывают и гастролеры. Причем порой приезжают из соседних регионов целыми группами. Их цель – золотые украшения и меховые изделия. Такие вещи легче всего сбыть в короткие сроки. Бытовую технику выносить стали реже. Кроме того, сегодня на брифинге отметили, что кражи – это не только материальный ущерб, но и серьезный стресс для хозяев, который может спровоцировать различные заболевания. Роман Зин, Дмитрий Кравченко, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережные Челны.